Добро пожаловать на нашу новую серию подкастов «Над облаками». Каждое воскресенье мы здесь будем обсуждать важные учения Бхагаватам, которые составляют принципы, которые мы можем немедленно применить в нашей жизни. И это нам поможет жить жизнью, которая вдохновлена Бхагаватам. Сегодня мы выбрали текст из пятой песни, 19 главы, 24 текст, который информирует нас о трех пашных моментах, которые мы можем воплотить в нашей жизни и затем быть уверенными, что мы живем духовной жизнью. Цитирую. Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету Вселенной, если там не текут благодатные реки, повествования чистых, как воды, ганги, деньях Верховного Господа, если там нет преданных, которые служат Господу на берегах этих рек, и если там не проводятся радиодовлетворения Господа, праздники, празднества Санкт-Киртана Яги. В комментарии Шила Прабхупада говорит о этом идеальном месте, и он говорит очень удивительные вещи. Он говорит, движение Сознания Кришны основало центр в Майяпуре, в месте рождения Господа Читани Махапрабху, чтобы дать людям великую возможность поехать туда и постоянно праздновать фестивали Санкт-Киртана Яги, как здесь и рекомендуется, и раздавать прасад. Такова миссия движения Сознания Кришны. Я счастлив, что мы можем поговорить об этом прямо в начале нашей серии. Здесь утверждение говорит, как будто бы, что надо ехать в Шильдам Майяпур. И правда ли это Шримад Бхагаватам и Шила Прабхупада рекомендуют? Когда мы читаем Шримад Бхагаватам, когда мы читаем комментарии, очень важно, чтобы вы понимали принцип, который истинно во всех ситуациях жизни. 2 плюс 2 равно 4. Если вы возьмете 2 апельсина, потом еще 2 апельсина, у вас получится 4. Если вы возьмете 2 автомобиля и еще 2 автомобиля, тогда будет 4. Принцип в том, что 2 плюс 2 равно 4. И каков принцип здесь, чтобы мы могли применять его во всех обстоятельствах? Можем ли мы поехать в Индию и жить там или нет? Этот принцип объясняется очень здорово в Шиле Вишванак Чакраварти Такурам. Он говорит, разумный человек заключает или думает следующее. В жизни должны быть нектарные темы Господа. И также должны быть в моей жизни люди, которые зависят от Господа, преданные другими словами, которые принимают прибежища этих тем, и в конце концов должны быть жертвоприношения, которые в этом веке называются Санкиртаной. Разумные люди, говорит Вишванак Чакраварти Такур, поклоняются Господу, воспевая. И он цитирует другой стих из Бхагават. Принцип таков, где бы вы ни были, нужно иметь регулярную Кришна-катху, общение с преданными и воспевание Святого Имени в вашей жизни. И это будет очень-очень здорово. Я думаю, большинство из нас у нас есть у всех умы, которые очень активны с утра до вечера. Наши умы постоянно на высокой скорости действуют. И Кришна-катха останавливает материальный поток ума, который всегда влечется к материальным объектам, к покупкам отношений, неизвестному будущему. А Кришна-катха имеет могущество освободить наш ум. Даже ученые обнаружили, что большинство времени наши умы заняты негативными мыслями. негативные мысли немедленно попадают в длинную память, потому что негативные мысли больше влияния на нас оказывают, они дольше остаются с нами. И поэтому они занимают нас намного больше. плохие мысли сильнее, чем хорошие. Поэтому эта формула, которая помогает нам поместить Кришну в наше сердце, и ум, сильно все меняет. Даже ученые обнаружили, когда вы живете позитивными мыслями, другими словами, остаетесь с ними немножко дольше, держите и сохраняйте их в сердце немного дольше, и только тогда эти хорошие мысли могут также перейти в нашу длинную память и в нашу бессознательный ум, и в нашу полную, в нашу личность. И формулы, такие, как дает нам Шимад Бхагаватам, когда мы занимаемся долго Кришной необходимо. Есть старая поговорка «Хороший день» это день, где есть Кришна Катха, а плохой день, когда у нас нет, когда у нас мы не слышим ничего о Кришне. Преданные, у них есть также эта скрытая сила направлять наши мысли непосредственно в контакт с Кришной. Поэтому важно, чтобы мы обсуждали с преданными те темы, которые мы не можем обсудить с другими людьми. Давайте же признаем уникальную важность преданных в нашей жизни. Они посвятили свою жизнь Кришне, поэтому они могут говорить о пути, который ведет Кришне, как преодолеть препятствия. Они могут нам посоветовать на этом пути. таким образом принести Кришну в наш ум. И последний, о чем хочу поговорить, о воспевании. Святое имя это Кришна. И когда мы воспеваем Святое имя Господа, мы находимся в контакте с Кришной немедленно. есть мыслитель, французский мыслитель Пьер де Шалдон. Он говорит, что привлечение Бога или Кришны в наш ум будет важным и историческим моментом в жизни человечества. Он говорит, однажды, после того, как мы обуздали ветра, волны, гравитацию, мы должны искать Бога, энергии любви. Затем, во второй раз в истории человечества и мира, мы обнаружим огонь. Это дар Бхагаватума. Он дает любовь к Богу и погружение нас в любовь к Богу. Такова цель человеческой формы жизни. Бхагаватум постоянно говорит об этом снова и снова. Например, в первой песне, в пятой главе, где мы слышим, люди, которые на самом деле разумны и склонны к философии, должны искать только цель, которую нельзя достичь, даже пройдя весь этот мир с высшей планеты Брахмалоки до самой низшей. я бы хотел поделиться с вами чем-то очень личным. Каждый год уже 25 лет я ездил во Вриндаван, чтобы провести свой собственный ретрит, где бы я читал и воспевал больше. прошлый год был единственным исключением, потому что я не мог поехать из-за настоящей ситуации в мире. В один из годов, в котором я расскажу вам, у меня были множество физических проблем, которых нужно было вылечить. В конце концов, я сделал операцию, и боль была такая великая, что было невозможно для меня сфокусироваться на воспевании. Мое тело всегда говорило «Больно, больно, 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 больно». Затем я обнаружил величайшего друга. Я взял с собой множество книг, но я читал только одну книгу. Это было Бхагаватам. И когда я читал Бхагаватам, я обнаружил огонь. Другими словами, я стал настолько же вдохновленным, мой ум отвлекся от этой погруженности в боль, 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 и по-настоящему погрузился и сфокусировался на Кришне. В конце концов, поспевание также стало намного легче и прошло все замечательно. Так что я бы хотел вам предложить упражнение на следующую неделю, основанное на этом стихе. Упражнение таково. каждый день по крайней мере пять минут занимайте своего времени читайте о Кришне Кришна Катху. Следующая вещь. Позвоните преданному и обсудите с преданным то, что вы можете обсудить только с преданными, а не с другими людьми. Другими словами поговорите духовно, вы можете поговорить даже о тех вещах, которые только известны только вам. И следующее упражнение улучшите ваше воспевание. Как мы сказали, Святое Имя неотлично от Радхи и Кришны. Когда вы будете воспевать, понимайте, что вы находитесь в присутствии Радхи и Кришны и держите их в своем уме. Это поможет вам оставаться над облаками. Я закончу цитатой Шилы Прабхупады на эту тему. Он говорит, всегда будьте на свету в сознании Кришны. Когда вы летите на самолете над облаками, вы увидите только солнечный свет, никакой темноты. Точно так же материальное существование исчезнет. Вы будете выше этого, не подвергаясь никакому влиянию материального. Это таков процесс.